Открой шторы на 50% Пожалуйста Привет дорогие друзья, сегодня своими руками установим электрокарниз Подключим его к системе умного дома, покажу некоторые нюансы, а также поговорим о минусах этих устройств Электрошторы это очень удобная штука, работает не только от пульта, но и с системой умного дома Можно управлять голосовыми командами, установить открытие или закрытие по расписанию Допустим, установили нужное время открытия утром и просыпаетесь не от будильника, а от солнечных лучей Ну или как в моем случае, к шторам трудно подобраться и с электрокарнизом все стало гораздо проще Нажали одну кнопку и шторы открылись В моем случае шторы сделаны на всю ширину стены, это 5 метров 60 сантиметров И на стене расположено два окна, каждый из которых должно открываться из центра к краям В случае с китайскими карнизами, которых полно на Алиэкспресс, мне бы пришлось заказать два комплекта, два мотора И самостоятельно каким-то образом вымерять центры окна и подгонять длину карниза Но оказывается у нас есть отечественный производитель, компания OnVis, которая уже давно делает карнизы любой сложности под заказ Эти ребята работают по всей России и во многих городах есть представители этой компании Можно заказать бесплатный замер и установку под ключ Приедут специалисты и все сделают как нужно Я же решил заняться этим вопросом самостоятельно и немного сэкономить на установке Тем более казалось, что устанавливать их проще простого, особенно когда карниз изготовлен именно под ваши размеры Но об этом чуть позже Созвонился с менеджером компании, скинул точные размеры, фотографии, уточнили технические задачи и предложили два варианта Изготовить два карниза с отдельными моторами, либо один большой карниз, но сразу с двумя центрами То есть от одного мотора будут открываться сразу два окна Второй вариант мне понравился больше Вообще OnVis могут сделать все возможные варианты Например, открытие слева направо, справа налево, открытие из центра или как в моем случае сразу два центра Оказывается даже можно сделать угловой или изогнутый карниз В общем сделал заказ и примерно через неделю с ДЭК привезли вот такую коробку В комплект положили инструкцию по сборке, отдельно упакованный мотор, два пакета с крепежом и два карниза Дополнительно упакованные в пленку, один электро и второй обычный Электрокарниз однорядный, предназначен только для шторы И для того, чтобы повесить тюль, необходимо покупать либо еще один электрокарниз, что очень дорого Либо обычный пластиковый или как в моем случае металлический Его тоже изготовили под мои размеры, плоский аккуратный алюминиевый профиль, который состоит из двух частей Очень легко монтируется и занимает минимум места В отличие от китайских карнизов, которые чаще всего собираются из кусков профиля длиной в 1 метр OnVis изготовили цельный профиль до 3 метров Если длина больше, например, как в моем случае целых 560, будет всего одно соединение в центре карниза Сам профиль имеет звукопоглощающие пластиковые вставки, которые делают карниз практически бесшумным Для сравнения, у меня есть подобный более дешевый профиль, там никаких вставок нет, только голый металл Разницу можно услышать даже без установки В отдельной коробке положили пульт управления с креплением на стену Красивый белый пластик, есть три кнопки управления, открытие, закрытие и пауза Работает от батарейки формата 2032, в комплекте сразу две штуки Дальше съемный провод питания, инструкция по настройке и подключению Здесь прям все подробно расписано, разберется даже ребенок И самое главное, это гарантийный талон на 5 лет То есть компания OnVis дает гарантию на свои карнизы целых 5 лет Это реально очень круто, у китайцев такого, естественно, нет, там, по-моему, вообще нет гарантии И вот, собственно, самая главная вещь в этом карнизе, которая управляет шторами, это мотор Компания OnVis использует более мощные моторы с крутящим моментом 2 Нм Если посмотреть какие-то китайские карнизы, то там будет крутящий момент 1,2 Нм Данный мотор рассчитан для штор весом до 50 кг В китайских характеристиках написано шторы до 30 кг Снизу расположен разъем для подключения провода питания Разъем для подключения умного дома через провод Допустим, если вы хотите подключить Siri, вам нужно отдельно покупать дополнительный блок управления и подключать к этому мотору Программируемая кнопка, выносная вот такая вот антенна и световой индикатор И сам мотор у нас версия с Wi-Fi То есть есть моторы без Wi-Fi, просто с пультом управления В моем случае с версией Wi-Fi Я думаю, что если покупать такие вещи, то только для интеграции в систему умного дома А также данный мотор считается практически бесшумным Заявленный уровень шума меньше 15 дБ Ну и для сравнения, вот так выглядит китайский мотор, который продается на Алиэкспресс Здесь меньше мощность, меньше крутящий момент, это 1,2 ньютон на метр Такой мотор будет практически во всех карнизах, которые продаются на Алиэкспресс Если посмотреть визуально, то размер его корпуса меньше У него несъемный провод питания Установка карниза занимает чуть больше часа При этом самое долгое это снять, повесить шторы и заменить крючки В электрокарнизах они отличаются, поэтому избежать данной процедуры у вас не получится Сам карниз приходит полностью собран Остается только соединить профиль и собрать глейдер И то это только потому, что длина моего карниза больше 3 метров Если у вас карнизы меньше 3 метров, то вам приходит полностью собранное устройство Устанавливается все это дело на быстросъемные крепления с боковым фиксатором Элементарно, ставим лазерный уровень для разметки и прикручиваем все крепления Друзья, по ходу дела небольшой лайфхак Если вы не знаете где спрятаны закладные металлические под гипсокартоном Берете любой магнит, вот в моем случае крепление от лазерного уровня И просто вводите, по факту вот здесь вот магнит начинает магнититься Даже через гипсокартон Сам профиль оказался довольно жестким На удивление легко устанавливается одним человеком без какой-либо помощи Напомню, что длина почти 6 метров и даже с учетом такого размера он практически не гнется Второй карниз необходимо установить на расстояние около 8 сантиметров Чтобы штора не тянула за собой тюль Если есть возможность, лучше отступить 10 сантиметров и тогда будет вообще все идеально Так, ну что, повесил я полностью все шторы Вот так вот это дело выглядит Конечно, у меня получается сам карниз спрятан в нише, его по сути не видно Но если у вас карниз в открытом доступе, то допустим мотор полностью скрывается за шторы Там есть петелька, да, за которой фиксируется сама штора Если нужно, то эту штору можно сделать прям за мотор, закрыть полностью В отличие от обычного карниза, теперь шторы закрываются внахлёст около 10 сантиметров Стоит это учитывать, когда заказываете шторы С расчетом того, что длина должна быть немножко больше У меня все это дело позволило сделать То есть мне позволила штора закрыть сам мотор И, соответственно, сделать вот такой вот нахлёст Это очень классно, потому что при закрытии внахлёст у вас нет пропускания света Практически И выглядит все это дело очень красиво И, пожалуй, самый главный вопрос, который лично меня интересовал Это что будет, если потянуть за шторы вручную Просто без пульта, просто потянуть В данном случае срабатывает мотор Вот я тяну их И шторы начинают сами открываться То есть я не нажимал никакие кнопки, ничего Просто потянуть за штору Они автоматически открылись То же самое я могу потянуть обратно Приложить усилие И шторы начинают автоматически закрываться Но стоит понимать, что как только отключается электричество Шторы не открываются То есть это вот такой вот, скажем так, огромный минус Если выключили электричество, то шторы будут стоять мёртво Управление карнизом происходит с помощью пульт управления Который идёт в комплекте Либо с помощью системы умного дома Пульт управления максимально простой Здесь у нас есть кнопки открытия шторы То есть мы можем полностью открыть штору Вот так они открываются Соответственно, кнопка закрытия шторы Видно, да, есть плавный пуск шторы То есть она плавно стартует И плавно приостанавливается Потом закрывается Также мы можем средней кнопкой поставить паузу Допустим, вам нужно немножко приоткрыть Ставим паузу На шторы замирает вот в таком положении Для управления через смартфон Необходимо скачать приложение Mi Home Здесь всё нормально подключается Вот я уже добавил штору И, соответственно, у нас есть также Кнопки открытия шторы Кнопка паузы Кнопка закрытия шторы Есть различные расписания И есть отдельный такой бегунок Да, мы можем поставить процент открытия Допустим, ставим 47% Так он немножко сбрасывается Шторы открылись наполовину Допустим, мы можем сделать 100% Шторы откроются полностью Ставим 0% По идее шторы должны закрыться Ну и самое главное, чего нету В большинстве китайских карнизов Которые продаются на Алиэкспресс Это работа с умным домом Алиса Здесь очень много функций Голосовое управление Вот добавим на шторы Допустим Открой шторы Открывай Пожалуйста, шторы сразу открываются В этом приложении также можно открывать шторы По процентам, допустим Алиса Открой шторы на 40% Окей И они немножко открываются Буквально вот на 40% Алиса, закрой шторы Закрой шторы Окей, закрываем Очень много разных функций Очень много разных приколюх Опять же мы можем сделать какое-то расписание Алиса Открой шторы Завтра в 7.30 утра Хорошо, запомнила Сделаю завтра в 7.30 минут И завтра ровно в 7.30 Шторы автоматически откроются В итоге электрокарниз Это современное и очень удобное решение для дома Лично для меня самая крутая фишка Это управление со смартфона И открытие штор по расписанию Шторы сами открываются утром И также закрываются вечером Причем все движения происходят практически бесшумно Устанавливать карнизы, сделанные под заказ Тройне приятно Потому что комплект приходит полностью собранный И сделанный именно под ваши размеры Из цельного профиля Остается только прикрутить крепление И повесить шторы Ну и конечно гарантия целых 5 лет Тоже говорит о том, что производитель уверен в качестве своих карнизов Он весь хорошо работает с мехом и алисой Но для того, чтобы подключить, например, Siri Нужно отдельно докупать специальный блок Из минусов это, конечно же, цена Стоит такое удовольствие все еще не дешево Но за эти деньги, помимо 5-летней гарантии И хорошего профиля Вы получаете очень хорошую техподдержку Честно скажу, было много вопросов во время установки И ребята мне перезванивали Скидывали фотографии, видео В общем, техподдержка супер крутая За это отдельное спасибо Ну что думаете вы по этому поводу Обязательно пишите в комментариях На сегодня у меня все Всем удачи, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok